Привет дорогие друзья, с вами Клеб Задоя и мы продолжаем публикацию наших ежедневных видео и сегодняшнее видео будет посвящено вопросам регулирования. И начнем мы с первого интересного сообщения, которое появилось на сайте Альфа Форекса. Уважаемые клиенты Альфа Форекса, информируем вас о грядущем прекращении обслуживания резидентов Российской Федерации. Планируется, что предоставление услуг будет завершено до 23 марта 2018 года. Мы приносим извинения за вынужденные неудобства до конца февраля 2018 года, компания проинформирует вас о сроках и процедуре прекращения операции на ваших счетах. Объясняю по-простому. Альфа Форекс уходит с российского рынка и уходит она не просто так, не по собственной воле, а причина здесь довольно-таки простая и банальная. Дело в том, что сейчас в России, как вы знаете, действует такое типа регулирование рынка Форекс, регулируется рынок Форекс типа Центробанка. Вот, и значит, Альфа Форекс изначально, когда это было регулирование введено, был против этого регулирования, ну, по крайней мере, они ни в коем случае не торопились бежать в Центробанк, подавать документы и каким-то образом получать российскую лицензию. Они выбрали альтернативный путь, пошли на Кипр и, собственно, в Кипре получили кипрскую лицензию. А кипрский регулятор сделал предписание всем компаниям, брокерам, которые регулируются кипрским регулятором о том, что если вы имеете кипрскую лицензию, но ведете свою деятельность на территории каких-то других государств, где требуется получение лицензии на ведение деятельности в сфере рынка Форекс, то вы должны предоставить эту лицензию. Но так как у Альфа Форекса лицензии на территории России нет и, я так понимаю, и не будет, соответственно, они прекращают свою деятельность на территории России, дабы не потерять лицензию кипрскую. Ну, собственно, вообще, на самом деле достаточно обидно, потому что Альфа Форекс, ну, нужно сказать, что это был, ну, если не лучший, может быть, брокер на территории Российской Федерации, но явно один из лучших брокеров и действительно по каким-то образом поконкурировать с Альфа Форексом с точки зрения и исполнения сделок и вопросах ввода, вывода денежных средств и счетов, в общем-то, очень мало кто мог. Ну, посмотрим, как будут развиваться события дальше, напишите мне в комментариях, что вы по этому поводу думаете и много ли среди моих подписчиков, клиентов именно Альфа Форекса. Ну, и второе, что я хотел бы сегодня, о чем сегодня хотелось бы поговорить, это статья, которая вышла на сайте РБК. В 2017 году количество частных инвесторов на микрофинансовом рынке выросло на 50%, а объем инвестиций на 38%. Эксперты связывают это снижение ставок со снижением ставок банковским вкладом и установлением твердых правил на рынке МФО. Ну, и дальше приводится там кое-какая статистика там и так далее. Друзья мои, ну вот, на самом деле, объем привлеченных средств в 2017 году, объем привлеченных инвестиций в 2017 год увеличился примерно до 25 миллиардов рублей у МФО. Годом ранее было 18 миллиардов. Ну, это, в общем-то, капля в море, вроде бы, кажется, по сравнению с объемом банковских вкладов. Опять же, в этой же статье приводится статистика Центробанка. По данным ЦБ у банков сейчас 1,8 триллиона рублей лежит на банковских вкладах у физлиц. Но, тем не менее, по поводу МФО. Почему я затронул вообще эту тему? На самом деле, если вы посмотрите, то количество МФО в том или ином формате, зарегистрированных на территории России, ведущих свою деятельность, там считается тысячами. То есть, несколько тысяч. Есть еще один список, это МФО, прекратившие свою деятельность, там тоже несколько тысяч, примерно, причем равное количество. То есть, на 10 МФОшек, которые в России открывались, половины как минимум закрывались. И любой финансовый бизнес, будь то банковский бизнес, будь то бизнес микрофинансовых каких-то организаций, будь то брокерский бизнес, неважно, любой такой бизнес, он так или иначе строится по схеме, очень схожей с пирамидами. То есть, когда в компании идет большое количество средств, когда идет увеличение количества вкладов, населения и так далее, все хорошо, замечательно, прекрасно, компании растут, отчитываются о росте, привлечении средств и все прекрасно и великолепно. Но в какой-то момент наступает ситуация, когда количество денег, вот этот ручеек, он начинает немножечко усыхать и у компании начинаются очень большие проблемы. Причем, вы видите сейчас все, что происходит в российском банковском секторе. И могу сказать, что в условиях текущей ситуации в российском банковском секторе, МФОшки, они гораздо менее устойчивые, чем банки. И если банки один за другим лопаются, переходят под контроль государством, отзывают кучу лицензий, то у МФОшек все может быть достаточно более страшно, чем это было у банковских. Я сейчас не хочу раскачивать лодку или говорить, бегите все из МФО, если вы туда инвестировали свои деньги, и что все МФОшки закроются. Нет, но риски при инвестировании в МФО гораздо выше, чем при инвестировании в российские банки. Но на самом деле инвестиции в МФО, это все-таки удел богатых. И я не думаю, что среди моих подписчиков очень много людей, которые инвестируют в МФО, потому что минимальная сумма вклада это полтора миллиона рублей. И чтобы человек в здравом уме отнес в МФО полтора миллиона рублей или большую сумму, он должен при тех рисках, которые есть, наверное, располагать суммой хотя бы 20-30 миллионов более-менее свободных каких-то денежных средств. И тогда он может отнесет 1-2-3 миллиона для того, чтобы получать высокую доходность. Но в любом случае с МФОшками, друзья мои, будьте осторожнее. И я на самом деле сам рассматривал вариант инвестирования денег в МФО, да, ставки по вкладам там были несколько выше, чем сейчас, но на данный момент я, честно говоря, не вижу ровным счетом никакого смысла нести туда деньги. Ну, если только у вас нет лишних 20-30 миллионов, вы просто какую-то небольшую часть этих средств хотите туда вложить. На этом на сегодня все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк под этим видео и напишите мне в комментариях, что вы по этому поводу всему думаете. Всем большое спасибо за внимание и пока.